Квантовая криптография И мы поговорили о том, какие алгоритмы будет решать универсальный квантовый компьютер. Сейчас мы чуть более подробно затронем связь между квантовыми компьютерами и машинным обучением. То, как именно мы можем ускорить машинное обучение в ближайшем будущем, когда квантовые компьютеры хотя бы чуть-чуть войдут в нашу жизнь. Давайте посмотрим, в какую сторону вообще движется машинное обучение последние годы. Если мы вспомним новости, которые мы читаем про машинное обучение, когда очередная задача поддается искусственному интеллекту. Яркий пример — это AlphaGo — искусственный интеллект, разработанный Google для игры Go. Очень показательно, что многие из ходов, которые делает система, не объясняются логически нами. Мы не знаем, по большому счету, каким образом работает эта система, хотя в конечном итоге мы приходим к победе. Она приходит к победе. Таким образом, мы можем рассмотреть и более простые примеры. Например, сверточные нейронные сети, которые используются с 2012 года очень широко во многих-многих-многих областях. Как они работают? Я думаю, многим уже известно. Мы берем изображение и стараемся заставить сеть на разных слоях обработки обрабатывать все более и более сложные структуры. На первом слое сети обрабатываются мелкие какие-то градиенты, грани, углы. На следующих слоях они объединяются во все более и более сложные структуры. И на последних слоях сети мы получаем и оперируем уже объектами, которые находятся на обрабатываемом изображении. Но в конечном итоге мы не можем для конечного изображения сказать, как оно классифицируется. То есть мы не знаем, как работает нейросеть обученная. Хорошо. В конечном итоге незнание не мешает нам строить такие нейросети и использовать их достаточно продуктивно во многих-многих-многих областях. Хорошо. Вопрос такой. Какой же должна быть на самом деле структура нейронной сети? На изображении сейчас на слайде показана нейронная сеть GoogleNet, которая используется им для обработки изображений. В этой сети 22 слоя. Каждая из них обрабатывает достаточно сложной структурой. Мы сейчас не будем вникать, какая она и почему так выбрана. Факт в том, что эта структура выбрана просто экспериментальным образом. Мы провели достаточно много экспериментов, тестов и получили результат, при котором именно такая структура работает достаточно хорошо. Возможно, она не лучшая, но нас она устраивает. То есть, по большому счету, мы не знаем, сколько нужно слоев, какая должна быть структура сети. Хорошо. У нас есть очень показательный пример соревнования ImageNet, которые проводятся ежегодно. И на них мы фактически демонстрируем наиболее продвинутые и самые крутые, скажем так, нейросети, которые у нас есть в задачах обработки изображения. И очень показательно, этот график нужно читать справа налево, очень показательно, что с каждым годом количество слоев в сети все усложняется, а ошибка снижается. Так, допустим, GoogleNet, которая на втором баре слева находится, в 2014 году состояла из 22 слоев. Ее схема была выше и показала ошибку в 6,7%. В 2015 году нейросеть ResNet, которая разработана Microsoft, содержала уже 152 слоя в себе и показала ошибку в 3,57%. О чем это говорит? Что с каждым годом количество параметров и слоев в сети все усложняется. Мы понимаем, что усложнение сети позволяет сохранить в ней больше информации, позволяет ей работать более эффективно. Более того, некоторые структуры в современных сетях позволяют самой сети определять количество активных слоев, которые будут работать в ней. К чему это нас всему приводит? К тому, что в сети получаются десятки и сотни миллионов параметров. Так, в 2012 году этих параметров было уже 60 миллионов. Мы стараемся так или иначе оптимизировать это значение, но все равно приходим к тому, что обучение сетей занимает сутки, недели и так далее. В этом всем нам может помочь квантовый компьютер. Каким же образом? Если мы посмотрим на задачи, которые он решает и как он связан с машинным обучением, мы получим три возможных влияния его. Первый, самый верхний график, когда у нас все вычисление, весь процесс машинного обучения происходит исключительно на классическом компьютере. Мы не используем квантовые компьютеры. Второй вариант, когда мы используем классический компьютер для подготовки каких-то данных, потом вычислительно сложную задачу мы исполняем на квантовом компьютере и последующую классификацию либо дообработку мы выполняем опять же на классическом компьютере. И третий класс задач на нижнем графике — это задачи из квантового мира, которые решаются полностью на квантовом компьютере. К ним относятся, допустим, предсказания состояния квантовых систем либо же исправление ошибок в квантовом канале. Сейчас мы не рассматриваем эти задачи, потому что они достаточно далеки от машинного обучения. В текущем его понимании. Хорошо. Посмотрим, какие же на самом деле области может решать машинное обучение. Мы сегодня рассмотрели аннилинг, то есть квантовый отжиг, который реализуется компьютером D-Wave. Он на самом деле покрывает задачи машин Бойцемена, оптимизации различных функций и так далее. Есть все, что ниже находится этой области, которая закрашена голубым. Это все, что реализуется универсальным квантовым компьютером. Достаточно большая область — это quantum rejection sampling. В чем он заключается? Этот алгоритм позволяет решать системы линейных уравнений за логарифмическое время, в отличие от линейного, которое сейчас у нас везде приходится использовать, которое позволяет нам достичь классический компьютер. Таким образом, все задачи, в которых мы используем решение системы линейных уравнений, у нас ускоряются экспоненциально по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Допустим, что же нам тогда мешает сейчас использовать это? Почему мы не можем лабораторные образцы квантовых компьютеров, которые содержат 4-7 кубитов, использовать в реальных задачах? Почему не можем ускорить? Потому что каждый квантовый алгоритм характеризуется двумя вещами. Первый — это сложность данных, входящих на вход алгоритма. И второй — это сложность самого алгоритма. Сложность данных определяется размером датасета, размерностью самих данных и требуемой точностью. Как уже неоднократно упоминалось сегодня, у нас квантовый компьютер не дает 100% точность. Поэтому для повышения точности нам зачастую приходится использовать лишние кубиты, добавлять их, которые будут служить для исправления ошибок. И сложность алгоритма определяется также вторым параметром — это количество гейтов, то есть количество операций, которые нам необходимо провернуть над всеми кубитами, которые содержат информацию ту или иную. И таким образом у нас возникает проблема, что в стабильно работающих квантовых компьютерах, которые мы можем построить, мы можем содержать сейчас 4 всего кубита, 4-5. А в лабораторных условиях в течение микросекунд мы можем заставить работать 14-20 кубитов. Этого, к сожалению, недостаточно для того, чтобы решать задачи машинного обучения с должной точностью и на интересующих нас размерах данных. Кроме того, есть другая большая проблема. В современных компьютерах у нас огромное количество оперативной памяти. Мы привыкли к этому, что она доступна, оперативна, и мы можем любые операции проводить с большим объемом данных. В квантовом компьютере, к сожалению, памяти как таковой сейчас нет. Мы можем использовать один или два регистра, то есть кубита, для хранения промежуточных данных, но это, опять же, очень-очень мало. Квантовая оперативная память представляет собой, на самом деле, аналог оперативной памяти из обычного компьютера. Она позволяет хранить в себе какие-то данные промежуточные во время вычислений и отличается только тем, что адресуется она, как показано слева, кубитами, и в качестве результата ее работы также мы получаем кубиты, то есть суперпозицию некоторых значений. Проблема в том, что, несмотря на то, что она позволит огромный произвести скачок в вычислениях различных, ускорить различные алгоритмы, допустим, все алгоритмы абсолютно, которые так или иначе являются алгоритмами обучения с учителем, значительно ускорится, поскольку у нас ускорится доступ к датасету тренировочному. Но есть проблема. Данная оперативная память требует для реализации такое вот количество кубитов, то есть квадратично лог квадрат от n, где n — это количество кубитов, которые мы хотим в ней хранить. К сожалению, это минимальное значение, которое уже можно достичь некоторыми ухищрениями ценой снижения производительности этой памяти. Это слишком много для того, чтобы сейчас мы могли построить хоть сколько-нибудь значимый объем оперативной памяти. Поэтому все алгоритмы, которые сейчас есть, нам приходится либо обходить стороной оперативную память такого рода, либо же довольствоваться одним-двумя кубитами, которые будут как раз-таки исполнять роль оперативной памяти. Но не будем о грустном, посмотрим, что же на самом деле мы можем достичь через пару лет, если наши физики совершат какой-то прорыв и позволят нам создавать компьютеры из десятков, сотен кубитов. У нас есть очень важный алгоритм, который, я думаю, не менее важен, чем алгоритм Шора и Гровера, и станет, наверное, даже более важен в будущем, это алгоритм HHL, названный в честь трех ученых, которые открыли его в 2009 году и описали впервые. Алгоритм предназначен для решения систем линейных уравнений. Если мы посмотрим на большую, но достаточно простую формулу, у нас есть известная матрица А, есть известный вектор В, и нам нужно по этому уравнению определить значение вектора Х. Сейчас эта задача решается за линейное время. И эта задача присутствует практически во всех задачах машинного обучения, будь то обучение перцептрона, будь то какие-то простые алгоритмы классификации, так как выделение PCA, либо же нейронные сети, либо support vector машин и так далее. То есть практически во всех задачах. Таким образом, если мы научимся этот алгоритм использовать, мы все существующие задачи успорим экспоненциально в сравнении с тем, что имеем сейчас. Что достаточно неплохо было бы. Но он требует также лог от n кубитов для решения, где n — это у нас размер матрицы А. А у нас все матрицы сейчас используем достаточно большие. Опять же, вспоминаем те 60 миллионов висок в нейросетях. Хорошо. В квантовом мире на самом деле все чуточку проще, и нам не всегда нужно получать значение вектора Х. Нам иногда достаточно получить результат применения некоторого оператора M на этот вектор Х. И таким образом нет необходимости проводить огромное количество измерений, о котором говорил, допустим, Евгений, чтобы получить все-все-все значения комплексного вектора Х. Что ж, тогда давайте посмотрим, наверное, на реализацию алгоритма, которая была предложена в 2013 году. Их было на самом деле предложено три. И две из них были основаны на фотонных квантовых компьютерах. Одна из них была основана на ядерном магнитном резонансе. Здесь на схеме изображена как раз-таки переработанная схема этого алгоритма, которая заключается на самом деле в трех достаточно больших глобальных, скажем так, шагах. Первый шаг, phase estimation, если отсюда видно, это определение собственных значений матрицы. Вот здесь отображен. Ведь фактически нам нужно достаточно, чтобы решить это уравнение, определить перемножение вектора B и матрицы обратной матрицы А. Поэтому, провернув такую операцию четырьмя кубитами, мы получаем состояние системы в следующем виде, где βGT, UGT. UGT — это собственный вектор матрицы А. BGT — это значение вектора B в этом базисе. И λGT — это рассчитанные собственные значения матрицы А. Следующая у нас операция — controlled rotation. Она на самом деле здесь немножко сделана хитро. И заключается это в том, что матрица А у нас в эксперименте выбирается таким образом, чтобы ее собственные значения всегда были заранее известны. Заранее известны и достаточно просты, чтобы мы могли реализовать controlled rotation именно на нужный нам угол. Потому что иначе схема стратегия бы усложнилась, нам понадобилось бы 5 либо 6 кубитов, чего мы сделать не могли. Поэтому в качестве эксперимента мы можем решать данное уравнение только для некоторых матриц. Хорошо, это уже неплохо. После применения controlled rotation мы получаем следующее выражение. Если мы видим, у нас появился кубиты 0 и 1, то есть которые в зависимости от измерения нашего следующего всегда будут оказываться либо нулем, либо единицей, как уже говорил Евгений до этого. Следующим мы делаем обратное преобразование inverse phase estimation, которое фактически является обратной операцией первого преобразования. Таким образом мы выбираем собственные значения матрицы А из этого выражения. Если мы посмотрим на получившееся выражение и представим себе, где бит 0 и 1 — это значения первого кубита, который на схеме в самом верху. В чем суть rejection sampling'а? Когда Евгений говорил, что нам нужно производить много достаточно измерений. Мы начинаем измерять значения кубита всех и выбираем только те, в которых значение кубита А оказалось единичкой. При таких значениях у нас в данном выражении, слагаемое с нулем под корнем, убирается, и выражение принимает следующий вид. Таким образом, достаточно большое количество измерений, проведя в которых первый кубит оказался равен единице, мы получим следующее выражение, которое на самом деле является произведением обратной матрицы А на наш вектор B. То есть является в квантовом представлении вектором x. К сожалению, в квантовом представлении вектор x нам не представляет особого интереса. Мы не знаем, что с ним делать. Поэтому мы проводили операции применения некоторого оператора. Я уже говорил к нему. Оператор был простейший. Допустим, при умножении на какую-то единичную матрицу, чтобы получить какое-то одно значение, его проверить, сравнить с тем, что мы получали бы теоретически, должны были бы получить. На текущих элементах, которые были доступны, мы получили точность, начиная от 0,83 и заканчивая 99%. Что достаточно неплохо. И в принципе в задачах машинного обучения нас вполне бы устроило. Тем более, если в ближайшие годы мы сможем построить более точные фотонные детекторы с большей эффективностью, более лучшие лазеры, которые позволят нам более качественно генерировать фотоны и так далее. А здесь избрана схема оптическая установки, которая использовалась. Наверное, сложная часть ее слева находится, которая представляет собой лазер, из выпускающей одиночные фотоны. Луч этого лазера с помощью специального кристалла разделяется на две связанных между собой пучка, каждый из которых потом случайным образом оказывается поляризован. И на делителях ПБС-1 и ПБС-2 делится еще раз. Мы получаем в итоге четыре связанных между собой кубита. В дальнейшем мы с помощью пластинок полуволновых инициализируем их значения. Мы сейчас не будем удаляться в физику, как это именно происходит. И попадаем как раз-таки в реализацию тех схем, которые у нас были изображены на предыдущем слайде. То есть control-trotation, inverse-phase-estimation, phase-estimation. На самом деле в квантовом мире есть такое понятие, как компиляция. Мы привыкли, что в программировании есть компиляция, в квантовом мире она тоже есть. У нас каждая схема, которая же у нас здесь, компилируется в некоторое физическое состояние. Оно не обязательно должно соответствовать один физический элемент одному элементу на схеме. Таким образом, предыдущая схема скомпилируется вот в такое, где два, опять же, делителя соответствуют синод-гейтам, о которых говорил, по-моему, Евгений, насколько я помню. В разделе с control-trotation у нас также есть синод-гейт и очень хитрый интерферометр, который как раз-таки производит inverse-phase-estimation. Если обратить внимание, у нас не все значения здесь потом связаны между собой. То есть у нас это будет ярче еще видно потом, но некоторые операции производятся, если посмотреть здесь. У нас, допустим, происходил control-trotation с какими-то кубитами. И после этого мы измеряли кубиты, на которые в процессе control-trotation либо inverse-phase-estimation не происходило никакого влияния. В привычном нам мире эти значения бы никаким образом не изменились. В квантовом же мире они изменяются, даже несмотря на то, что мы непосредственно с ними не взаимодействуем, не проводим никаких операций над ними, потому что они связаны квантовым образом, они запутаны с кубитами, над которыми мы проводим операции. И таким образом данная схема как раз-таки реализовывала алгоритм, и для простых матриц размерностью 2 мы получили значение. Есть более приближенные какие-то к реальности схемы, которые позволяют также решать задачи. Допустим, данная схема позволяет классифицировать вектора размерностью 2, 4 и 8 значений по двум классам. Фактически он реализует алгоритм КМИНС для кластеризации векторов, причем в качестве кластеров, по которым мы классификацию осуществляем, они определяются всего двумя векторами, каждый по одному. В чем здесь сложность, особенность? Наверное, на этой схеме еще гораздо более ярко видно, что изначально у нас красная область — это то, где мы создаем пару запутанных фотонов, четыре запутанных фотона между собой, и измеряем, и на самом деле мы всегда только один правый фотон. Значения остальных нас не интересуют, они не являются определяющими для нас, они не содержат в себе информации. Rejection sampling заключается в том, что, проводя все измерения, мы просто выбрасываем те значения, те результаты, те реализации измерений, в которых значения на детекторах D1, D2 и D3 были недовлетворяющими нас. Оставляя только их и измеряя постоянно при этом значения на четвертом правом кубите, мы получаем некоторую вероятность. Какую на самом деле? В биты 1, 2 и 3 мы записываем значения векторов наших. Причем записываем их таким образом, чтобы… Да. Наше состояние квантовой системы приобрело вид, как указано внизу. Самая-самая нижняя формула. Здесь пример рассматривается для вот это, где U это рассматривал наш вектор, и V-вектор это референсный. Мы считаем расстояние между векторами для двух кластеров. Так вот, записав таким образом значения, мы можем получить следующую штуку. При измерении наших векторов после записанных значений мы опять же приходим к той схеме, если мы наложим опять же условия на первый, второй и третий кубиты и будем измерять правила, мы придем к стене 2. Вот на этой вот какой вот формуле, где 0 и 1 как раз-таки тот самый измеряемый нами кубит. Так, назад. Тот самый измеряемый нами кубит. Если мы будем опять же выбирать только те измерения, в которых он оказался равен единичке, то мы можем получить отношение двух векторов. Не отношение, а расстояние между двумя векторами, которое будет определяться только вероятностью. И проведя достаточно большое количество измерений, допустим, в данном опыте мы проводили по 500 измерений на каждый вектор, мы будем получать достаточную точность для нас. Если нам нужна большая точность, мы просто проводим больше измерений. И в табличке здесь показан как раз-таки пример того, что мы получаем. Для тестовых двух векторов A и B, которые определяют наши кластеры, и исследуемых векторов, которые показаны в табличке, мы получили следующее расстояние. У нас два столбика, есть теоретическое и экспериментальное значение. Они в значительной степени различаются, поскольку мы ограничили время, в течение которого производили сэмплирование. Но тем не менее, практически во всех случаях мы получаем достаточно точную классификацию. Из рассматривания этих девяти векторов мы получили всего одну ошибку. Есть у нас и другие, кроме фотонных, возможности реализовать квантовый компьютер. Допустим, здесь квантовый компьютер реализовывает алгоритм SVM, Supportive Actual Machine, для классификации как раз-таки МИСТовского датасета. В отличие от DeWave, который достаточно сложен по сравнению с существующими универсальными квантовыми компьютерами, мы не можем обладать изображение ни в каком виде. Поэтому в качестве фич мы используем соотношение между количеством ненулевых пикселей в верхней, в двух половинах изображения. То есть отношение количества черных пикселей в верхнем изображении к нижнему, в верхней половине изображения к количеству таких пикселей в нижней половине изображения и аналогично для левой и правой половины изображений. Получаем векторы с двух значений. И именно такие вектора мы классифицируем в данной системе. Поскольку Support Vecture Machine заключается у нас в том, что мы должны определить идеальную какую-то гиперплоскость, которая будет разделять наши два пространства с искомыми векторами, вся задача на самом деле сводится к решению системы линейных уравнений. И здесь, если мы посмотрим на схему, у нас есть такая вещь, как Training Data Oracle. И все было бы здорово, если бы у нас была оперативная память, квантовая, которая позволяла бы хранить в нем данные. Но оперативной памяти у нас такой нет, поэтому нам приходится довольствоваться, опять же, всего одним каким-то известным заранее вектором. Мы не можем загрузить туда класс из 100 векторов, из 200, из 300, из 1000, из 10 000. Поэтому, опять же, пример достаточно надуманный. Но, тем не менее, он демонстрирует то, что принципиально это реализовать возможно. Ребята, проведя эксперимент, получили с достаточно простыми, опять же, входными данными точную классификацию. У них практически во всех случаях изображения классифицировались правильно и определялась цифра. В качестве кубитов здесь использовались спины атомов. Это было всего 4 кубита. Один из спинов был атомов углерода и три спина атомов Тора. На самом-то деле, квантовые компьютеры, которые реализуются с помощью ядерного магнитного резонанса, судя по некоторым работам, не считаются на самом деле квантовыми. Но мы не будем сейчас затрагивать этот вопрос, потому что это достаточно холиварно. Идем дальше. Какие у нас алгоритмы реализуются непрактическим образом? Что мы вообще можем еще сделать? Примеров которых не было. У нас есть базовая вещь такая, как перцептрон, который сходит в состав всех нейросетей наших. Перцептрон является достаточно просто, как некоторый элемент, который в зависимости от состояния всех своих входов и весов, соответствующих этим входам, выдает некоторые значения, либо ноль, либо единицу. Первое предположение наивное, как можно сделать из перцептрона, квантовый перцептрон, это просто взять и перемножение весов осуществлять квантовым компьютером. Все здорово. Мы ускоряем эту задачу. Все, казалось бы, здорово, решили. Но есть некоторая проблема. Для обучения перцептрона нам каждый раз придется на классическом компьютере пересчитывать значения всех весов. Это так называемый подход, когда данные хранятся в кубитах. Он не совсем реализует идею квантовых вычислений, мы таким образом не получим ускорения для обучения. Поэтому есть второй вариант реализации перцептрона, более квантовый, даже, скажем так, совсем квантовый. Когда у нас перцептрон реализуется следующей схемой. У нас есть 6 кубитов, которые, опять же, мы уже не можем реализовать в данных условиях, в текущих наших реалиях, но можем помечтать об этом. И всего два оператора, которые должны примениться. Первый оператор, который в кубиты запишет, это оператор O, который на схемке здесь, который в нашу кубит запишет веса необходимые, и второй оператор C, который произведет классификацию, после которой мы можем произвести измерения. Сложность в том, что мы не можем определить, как устроить эти операторы. То есть в достаточно общем виде мы понимаем, как эта схема должна работать, но в частности мы не знаем этого. На данный момент есть ответ только для оператора C. Это реализация того же самого алгоритма HHL, который осуществляет перемножение матриц линейных. Он имеет вот такой вот вид. Что делать с оператором O, пока непонятно. Поэтому перцептрон квантовый на самом деле пока не реализован. Только в первом виде, который не дает нам особых ускорений. Аналогичным образом у нас обстоит дело и с другими квантовыми алгоритмами. Допустим, для кластеризации у нас есть Каминс с Нерест, центроид, который позволял бы кластеризовать вектор по двум каким-то имеющимся кластерам векторов. Есть достаточно описанный хорошо алгоритм, который позволяет за логарифмическое время, как сверху указано, рассчитать расстояние вектора до каждого из кластеров. Но проблема в том, что для того, чтобы этот алгоритм работал, нам необходимо использовать квантовую память. К чему мы опять же приходим? Мы этого сделать не можем, к сожалению. Квантовая память здесь необходима для того, чтобы хранить в ней значение всех векторов из каждого кластера. То есть пока мы ее не реализуем, мы этого сделать не можем. Хотя на самом деле это позволило бы значительно ускорить даже такой простой алгоритм. И таких алгоритмов много очень. Поэтому нам остается не так много, кроме как помечтать, наверное, о том, что будет в ближайшем будущем, когда мы сможем создавать квантовые компьютеры, состоящие из сотен и тысяч кубитов. А пока мы можем только, наверное, изучать то, что есть сейчас. То есть воспользоваться IBM Quantum Experience, который позволяет нам попробовать какие-то реализовать алгоритмы свои, поиспользовать, преследовать существующие, а не предоставлять доступ к пятикубитному квантному компьютеру. Мы можем поучаствовать в этом всем, мы можем обсудить с вами, мы можем поизучать какие-то лекции, возможно, высказать свои предположения. И, по большому счету, мы можем просто ждать. Потому что квантовый компьютер — это вещь на пересечении очень многих областей физики. И не на все из них мы можем повлиять, к сожалению. Поэтому нам остается только задавать вопросы, если они есть. Спасибо, Максим. Вот там машут рукой у колонны. А вон там еще рука у колокна. Да, и везде много рук. Хорошо, мы дадим возможность всем задать вопросы. Да, спасибо большое за лекцию. В сфере того, что это, я так понимаю, уже последнее, да? Да, это последний доклад. В этой сфере хочется задать вопрос. Сразу, пожалуй, уже всем лекторам. Они здесь, все передо мной. Скажите. Было много сказано о квантовой разрушаемости и о прочих интересных вещах. Вопрос. Есть ли мысли по поводу осуществления одноразовых алгоритмов? То есть, скажем, у нас есть всего 8 кубитов, да? Мало. А что если сделать кучу, допустим, кубитов, но на один раз, скажем, не знаю, допустим, на распадающихся атомах, на флуоресцирующих атомах, например? А проблема, на самом деле, в чем? Я надеюсь, что дослушал вопрос и правильно понял. Проблема в чем? Для того, чтобы реализовать любой алгоритм, если мы вернемся куда-то далеко-далеко назад, где у нас была, тыц-тыц-тыц-тыц, вот эта вот схемка, нам необходимо выполнить несколько операций, то есть применить несколько гейтов. И если мы помним принцип обратимости, мы должны всегда сохранять обратимость этих операций. То есть мы не можем сказать, что все, окей, эти атомы у нас сломались, мы их выкидываем. Мы обязательно до самого конца работы алгоритма должны сохранить состояние всех кубитов, сохранить связанным его. И поэтому, какие бы у нас ни были одноразовые атомы, либо даже смирение с тем, что система наша разрушится при измерении, мы должны поддерживать ее в таком состоянии достаточно долгое время. А скажем, реплицировать одну и ту же систему? У нас есть принцип запрета копирования, который не позволяет нам скопировать значение кубитов. Поэтому, если мы попробуем реплицировать, мы получим новую систему, который придется заново проходить весь алгоритм. В какой-нибудь статистике, скажем, одну и ту же, допустим, энергию подогнать к системам, к нескольким, это мы можем. В пределах определенной ошибки, в пределах термодинамической статистики. Соответственно, получаем несколько, можно сказать, в определенном пределе одинаковых систем. Вот они реплицированы, пожалуйста. Я же говорю не о копировании, скажем так. Мы задаем… Вы говорите о том, что должна быть обратная связь фактически, правильно? Нет. Я говорю о том, что система должна сохранять когерентность свою на протяжении работы всего алгоритма. А если у нас достаточно большое количество кубитов, связанных между собой, то под любым малейшим внешним воздействием связанность между ними разрушается. И мы не можем собрать статистику, потому что у нас ни одна из систем не будет доходить до конца алгоритма. А, вот оно в чем дело. Да. Понятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что вам понятно. Вот там вот у окна уже кто-то. Здравствуйте. Спасибо за доклад. А вопрос по курам. А что такое адресация на кубитах? Как она в принципе может работать? Адресация на кубитах? Да. Сейчас. Нет, все нормально. Дело в том, что в квантовой памяти у нас, если мы вернемся к ней, да, в качестве адреса точно так же выступает запрос от квантового компьютера в процессе вычислений, и все значения адреса тоже содержатся в кубитах. Это не значит, что у нас память бесконечного размера. Это значит, что за один раз мы запрашиваем практически огромное количество значений, все возможные реализации. Это не значит, что у нас память бесконечного размера, потому что кубит может находиться одновременно в бесконечно большом количестве состояний. Просто в качестве ответа мы получаем суперпозицию нашего вектора запроса, скажем так, адресного, и вектора данных. Если в обычном классическом компьютере мы на шину адреса записали какое-то значение, подождали, пока у нас оперативная память отработает, прочитали шину данных, все данные наши интересующие, то в квантовой памяти, когда мы записываем какие-то данные на шину и адреса, и данных уже, мы на этой же шине получаем, которая будет определяться как раз-таки рядом кубитов, мы на этой же шине получим суперпозицию сразу и адресов, и данных, таким образом, что уже после осуществления запроса сможем работать сразу со всеми из них. Спасибо. Достаточно сумбурно, я знаю. Там, да, Кирилл. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за интересные очень доклады. Вопрос такой. Какое-то количество времени назад люди пытались, как сама цель, достигнуть Луну. Да, то есть задавались вопросами, тоже говорили, мы не знаем, сделать это, сделать то, мы не понимаем, как это работает. В итоге собрались всей кучкой, сделали что-то, запустили до Луны, долетели замечательно, вернулись и 40 лет туда уже больше никто не летает. Собственно вопрос, сама цель создания квантового компьютера, не будет ли это достигнуто и забыто? Я считаю, что нет, это в принципе невозможно, потому что создание квантового компьютера, во-первых, коренным образом изменит наше отношение к криптографии, она не будет работать в том виде, в котором мы привыкли, мы не можем полагаться на асимметричную криптографию. Во-вторых, оно коренным образом позволит нам ускорить решение некоторых задач, что приведет к качественному улучшению в них. То есть когда количество переходит в качественное. Допустим, некоторые нейросети мы не можем сейчас приобучать в зависимости от новых появляющихся данных, просто потому что это долго. В случае появления квантового компьютера мы можем это сделать. Мы можем сделать это несколько раз в секунду при появлении каждого нового образца. То есть я считаю, что нет, этого не будет. У него очень большая практическая применимость. Тут на подмогу Алексей Федоров подошел. Да, я просто хотел сказать о том, что все-таки все аспекты, в которых квантовые технологии дают какой-то профит, они довольно горячие. То есть вряд ли мы забудем в ближайшие 5-10 лет о машинном обучении. Поскольку у квантового компьютера по-любому есть какие-то перспективы. Это, мне кажется, есть тот фактор, который не даст этой технологии пропасть. И это не только сама цель. Это развитие целого пласта технологий, которые, я очень надеюсь, войдут в нашу жизнь. Вот очень интересный пример. Квантовый компьютер тяжело создать именно из-за хрупкости квантовых состояний. Однако тот факт, что они хрупкие, это означает, что они реагируют на очень маленькое изменение внешней окружающей среды. Значит, квантовые частицы – это сами по себе очень хорошие сенсоры. Сенсоры тоже нужны всем. Поэтому квантовые технологии – это некоторый пласт. Это не только квантовые компьютеры. Это развитие, вот это некоторый вектор для информационных технологий, для биотехнологий. Поэтому я практически уверен в том, что это просто вектор, который ведет на светлое будущее. Спасибо. Вот, пожалуйста, коллега наш из группы Яндекс.ЦЕРН Никита Козеев. Наверняка будет какой-то каверзный вопрос. Я это уже чувствую, вижу по лицу. Спасибо. У меня вопрос про физические основы квантовых компьютеров. В первой лекции было сказано, что есть много разных вариантов. Я правильно понимаю, что они все основаны на электромагнитном взаимодействии? Были ли какие-то идеи сделать что-то насильным или слабым? А, на самом деле… Отвечай. Нет, давай-давай. Про первую лекцию вопрос, пусть тогда отвечает Алексей. На самом деле вариантов реализации довольно много. На самом деле не только на электромагнитном взаимодействии, потому что, например, фотонные квантовые компьютеры… Фотонные электромагнитные взаимодействия. Правильно, но фотоны в свободном пространстве не взаимодействуют. Правильно, да? То есть есть, например, столкновительные квантовые биты, построенные просто на рассеянии. На слабом я о таком не слышал, и на других типах взаимодействия тоже не слышал. То есть основная все-таки… Именно для процессоров основная штука – это твердосельная система Josephson Junction. И на самом деле… Извините, что я перебиваю. Не так давно, может быть, пару лет назад, какой-то из групп исследователей был проведен эксперимент, когда квантовый компьютер был построен на макроскопических объектах. Насколько я помню, это были капли какой-то жидкости на масле. Поскольку они себя в некотором смысле ведут как квантовые частицы, проявляют некоторые их свойства, нам, в принципе, ничто не мешает использовать их как кубиты. И если мне не изменяет память, у них вполне получилось себе работать с мнистовским датасетом и классифицировать изображение. Поэтому, да, здесь никого электромагнитного взаимодействия не было, и при этом он работал как квантовый компьютер. То есть нам достаточно найти любой объект, не обязательно микроскопический, который будет призвлять квантовые свойства. Спасибо. Спасибо. Вот там прям еще. Вы кому хотите задать вопрос, определите, пожалуйста. Я хочу задать, да, действительно сразу всем. Спасибо всем сегодня выступившим за очень интересные доклады. И у меня вопрос не про науку, а чуть-чуть в сторону. Вот много раз упоминался, например, IBM, который уже предоставляет 5 кубит в пользование разработчикам. Очевидно, как-то пытаясь сформировать вокруг себя будущую экосистему в этом области. Ну и, в принципе, тот факт, что сегодня были приведены различные страны и компании, как игроки будущего рынка, очевидно, что это уже какая-то конкурентная область, лидерство в которой даст определенные преимущества в будущем. И у меня вопрос, а что мы делаем в этой отрасли? Мы можем дать доступ к 5 кубитам? Да, нет? Как далеко мы от этого сейчас находимся? В 2013 году в России был создан первый кубит. Сейчас есть большой проект по масштабированию этой технологии, по созданию двух, трех, четырех, а там 5-кубитного квантового компьютера. В определенной степени есть отставание. То есть 5-кубитного квантового компьютера в России в доступе, в открытом нет. Но есть понимание того, как развиваться в этой области. Вопрос в том, что сейчас получается, что прийти на рынок уже с 5-кубитным квантовым компьютером нерелевантно. Нужны какие-то идеи, которые позволят получить конкурентные преимущества. Ведется очень много исследований в России, не только в квантовом центре. Есть много точек роста для квантовых технологий в России, включая ФИСТЕХ, МГУ, ИТМО и так далее. То есть Казанский квантовый центр. И есть надежда на то, что просто последовательное развитие этой области, внимание и вложение в эту сферу приведут к результату. В том числе к российскому квантовому компьютеру. А вы можете как-то оценить сравнительно степень вложения российского государства по сравнению с остальными? Есть такое понимание? Да, в иконаме вышло приложение буквально в пятницу, либо в четверг, в котором было сказано, что в России вкладывается около 30 миллионов евро в исследования в области квантовых технологий. Не знаю, как эта цифра получилась, как ее посчитали. Но для сравнения, в Европе это около миллиарда евро на весь Евросоюз. И 520 миллионов – это общая европейская программа, которая на данный момент действует. Такие страны, как США, Канада, Сингапур – это сотни миллионов долларов. Спасибо. На самом деле еще до этого был вопрос про то, каким образом будет вестись разработка под квантовые компьютеры. И был вопрос про языки. Существует уже сейчас возможность компилировать один из диалектов Haskell в алгоритм для квантовых компьютеров. Понятное дело, если мы напишем достаточно сложный алгоритм на Haskell, он потребует квантовый компьютер с большим количеством кубитов. Мы просто не сможем его туда сосунуть. Но в принципе такая возможность есть. И в целом разработка под квантовые компьютеры в большей степени напоминает разработку под FPGA, если кто-то из присутствующих разрабатывал. И, насколько я знаю, даже есть язык, аналог фрилога для квантовых компьютеров. Давайте, коллеги, сейчас последний вопрос. И пока тут и Алексей, и Максим будем подарки выдавать. Здравствуйте. Я Антон, третий курс Вистеха. Такой вопрос. Есть ли у российских банков запросы к вам, к российскому квантовому центру для получения каких-то квантовых аппаратов? Собственно, я почему спросил? Потому что Герман Оскарович во время своей лекции на Вистехе обмолвился пару слов о совместном проекте с RQC. Можно услышать пару слов, что вообще ожидается? Если смотреть на мировые тренды, то технологии квантовых вычислений в основном развиваются IT-компаниями. То есть квантовые компьютеры – это то, в чем заинтересованы такие крупные игроки на этом рынке, как Google, IBM, Microsoft, Intel. От российских компаний именно IT. У нас там сотрудничество на данный момент нет никаких действующих проектов именно с IT-компаниями. Однако банковская сфера является двигателем безопасности. То есть квантовый компьютер – это большая угроза информационной безопасности. А тот, кому нужно сохранять информацию, это в том числе какие-то финансовые учреждения, финансовые конукломераты. Вот китайская сеть квантовой криптографии соединяет 12 банков между собой. В России у нас есть некоторое понимание аналога этого проекта. То есть проект по квантовой криптографии, который мы разрабатываем, одним из его инвесторов является Газпромбанк, другим является Миноборнауке. И одну из опытных демонстраций мы проведем со Сбербанком. Я надеюсь уже этим летом или этой осенью. То есть у российских финансовых учреждений сформировался интерес, но пока не к технологии квантовых вычислений, а для них заход в область квантовой технологии – это безопасность и квантовая криптография. Но я уверен, что на самом деле, что на этапе внедрения какой-либо квантовой технологии возникло очень много пересекающихся областей и очень много возможностей для разработчиков. Дело в том, что какую интересную технологию не возьми и не соединяй это со словом «квантом», обязательно возникает что-то интересное. Уже был интересный вопрос про криптовалюту и про квантовые деньги. Вот вам новая возможность. Да, тут и блокчейн может понадобиться. И очень много интересных возможностей. И вот у нас один из председателей нашего международного консультативного совета в российском квантовом центре Михаил Лукин однажды рассказывал рецепт того, как нужно делать научное открытие. Он говорил, нужно взять одну вещь, которая всем известна и всем нравится, взять другую вещь, которая всем известна и всем нравится, соединить их вместе и получится что-то крутое. Вот если иметь в виду одну из вещей, что-то квантовое, то есть квантовые технологии и информационные технологии, то на передовых пересечениях возникает очень много возможностей. Я думаю, что здесь в какой-то момент банки могут включиться и в интерес по обработке какой-то информации, по созданию интересных новых информационных систем и так далее. Ясно, спасибо. То есть сейчас в стадии лабораторных исследований, но ожидается что-то… Ну, не совсем лабораторных. То есть квантовая криптография была продемонстрирована в реальной жизни в городских условиях. Да, просто у нас сегодня предмет разговора не квантовая криптография, но эксперимент, который мы провели в мае 2016 года, это соединение двух офисов Газпромбанка при помощи сети квантовой криптографии, которая генерировала ключи, которые можно, в принципе, использовать для шифрования. В апреле, наверное, в конце марта, в начале апреля, мы проводим следующий цикл испытаний тоже на городских линиях. Просто линии будут длиннее и приложения у нас некоторые другие возникают. То есть это не лабораторные условия, это все-таки промышленное, то, что будет близко к промышленному производству. Но в сфере безопасности, не в сфере компьютинга. Это к тому, Антон, что пока вы на третьем курсе. Вот к моменту окончания вами физтеха перед вами будет масса других возможностей. Спасибо. Аплодисменты ваши нашим спикерам. Спасибо большое.